МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Так называемые подъемные собираются выплачивать людям в возрасте до 35 лет, которые переехали на работу в регионы, где число вакансий превышает число безработных. Соответствующий проект постановления правительства, который разработали в Минтруда, размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. На выплату в 116 800 рублей смогут рассчитывать те, кто переезжает из регионов, где число ищущих работу превышает количество вакансий должностей. Тургруппы в канун похода необходимо регистрировать у спасателей. Об этом вновь напоминают в областном управлении МЧС. На разных маршрутах каждые выходные находятся десятки коллективов. Однако процедуру проходят далеко не все. Еще три года назад было подписано постановление, обязывающее путешественников России информировать спасателей о походах за 10 дней до старта. Это касается как организации, так и самостоятельных групп, в том числе имеющих в своем составе детей. Информировать сотрудников ведомства необходимо о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным и горным объектам. Кстати, сделать это можно и на официальном сайте местного органа МЧС. Напомним, данные поступают в формирование того района, где собираются пройти туристы. В случае происшествия или какой-либо угрозы для жизни или здоровья людей организуют спасение. Заявку необходимо подавать не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Ангарчане могут получить высокое качество диагностики по честной цене. Это одно из самых главных правил компании МРТ «Лидер». В нашем городе высокотехнологичный медицинский центр работает с 2018 года. Специалисты продолжают обеспечивать доступность, квалифицированность и качество диагностических услуг населению. Подробности в нашем репортаже. Чем раньше обнаружено заболевание, тем легче с ним бороться. Но можно ли сделать это без хирургического вмешательства или лучевого излучения? МРТ «Лидер» говорит «можно». В медицинском центре совершенно новый подход к диагностике всех систем организма. Основное направление работы компании – это ранняя диагностика заболеваний при помощи современного оборудования без внутреннего вмешательства. Гарантией является точная постановка диагноза. Можно обнаружить даже минимальные патологические изменения. В результате исследования пациент получает подробную картинку состояния организма человека. Проводится процедура на высокопольном томографе «Ачиво-полтора Тесла» фирмы «Филипс». Эта разработка считается самой успешной среди магнитно-резонансных томографов. Полученные данные обрабатывают опытные рентгенологи. МРТ «Лидер» практикует постоянный штат специалистов, врачей-рентгенологов с высоким уровнем квалификации. Все доктора, которые работают в нашей компании – это врачи первой и высшей квалификационной категории, которые постоянно повышают свою квалификацию. МРТ «Лидер» делает все для комфорта посетителей. Именно поэтому центр находится рядом с остановкой общественного транспорта и имеет удобную бесплатную парковку. Клиника оснащена креслокаталками для лиц с ограниченными возможностями. Тяжело больных персонал принимает и скорее скорой помощи. Посетителям, которые ждут свои результаты, всегда предлагается чай или кофе. Кстати, результаты исследования можно получить в течение двух часов или в любое удобное для вас время. Персонал прекрасный, обслуживает прекрасно. Я очень довольна. Я не первый раз здесь. И первый раз делала очень хорошо. И отношения, и люди хорошие. Все мне нравится. В центре действует постоянная дисконтная программа на востребованные исследования. И есть подарочные карты, скидки пенсионерам. В нашем центре постоянно действует широкая дисконтная система, которая позволяет снизить стоимость практически на все виды услуг. Существует система скидок и подарочных сертификатов. Скидки распространяются на следующей категории граждан. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, участники войн. Скидки повторным пациентам. МРТ «Лидер» является федеральным центром. Есть более 30 филиалов в стране и в ближнем зарубежье. Из них 4 в Иркутской области. Помимо магнитно-резонансной томографии, здесь можно получить консультацию невролога. Пройти обследование в высококачественном центре просто. Нужно только позвонить по телефону, который увидите на экране, или прийти на прием лично. Более подробная информация на сайте МРТ «Лидер» Ангарск. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Лето – это сезон для обновления вашего гардероба. Платья, юбки – это ждет вас в Мегахэнде по весьма лояльной цене. Если вы, конечно, его дождите. Александр Васильев рекомендует. Проведи лето весело! Театр танца «Данцер» приглашает детей от 6 до 14 лет на летнюю площадку «Данцер Хаус». В программе творческие мастерские, игры и квесты, тренинги, конкурсы и мастер-классы. Запись на творческую площадку по телефону 8 950 143 73 02. Кухонный гарнитур по вашим размерам. Быстро, качественно. А цена? Рвите цену пополам. Только сейчас в мебельной фабрике «Лабиринт» скидка на кухни 50%. Не зевай, успевай! В этом году в лесах Прибайкалья хороший урожай земляники. Ягода душистая и крупная. Сколько ведер можно набрать за день и как повлиял на урожай переменчивый климат – далее. В лесах некоторых районов Иркутской области ягодами усыпано буквально все. За один день можно набрать несколько десятков литров. В лес едут целыми семьями, собирают себе и на продажу. В этом году земля прогрелась быстро и получился богатый урожай. По словам экологов, это случилось из-за изменения климата. Самый пик жары смещается. Июль и август стали более дождливыми и прохладными. К тому же в Прибайкале стали чаще дуть ветра. Объяснения этому явлению разные. В том числе и разрушающая природу деятельность человека. Экологи считают, климат может измениться настолько, что станет совсем не похожим на сибирский. Однако таких перемен лучше не дожидаться и попытаться исправить ситуацию. Сейчас пока перемены не настолько глобальны и заключаются в том, что июнь стал теплее, ветры чуть сильнее и урожай клубники богаче. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Даже в летние каникулы экологическая организация «Пишура» продолжает работать. Ее воспитанники проводят различные акции. Кроме того, мальчишки и девчонки подготовили ряд познавательных видеороликов. Один из них предлагаем посмотреть. И всем теперь вы на канале «Эпишура ТВ». С вами Ляся. Перед тем, как просить новую игрушку, углу или маршрутку, подумай, точно она тебе нужна или нет. Ведь если отказаться от покупки... А просто поменять на время игрушками с друзьями, с заводом будет легче работать. Если так, если многие будут делать, то тогда у природы будет больше ресурсов и меньше мудро. Вы были на канале «Эпишура ТВ». Давайте велеть природу вместе. С вами была Ляся. Всем пока-пока-пока! Парни уже на площадке, пока идет разминка. Для них, конечно, лед, что называется родная стихия. Но далеко не все игроки в межсезон не имели возможность кататься. А потому цели этих втягивающих тренировок просты. Это восстанавливать навыки техники катания, чтобы ребята вспомнили техники рук. То есть поработаем с шайбами, покатаемся. И, соответственно, будем стараться делать акцент на тактику, подготовки к играм. Работа началась только на этой неделе, потому что на той неделе больше была такая втягивающая работа. Был медосмотр. Пару дней потренировались, подготовились, так сказать, к неделе. В целом, ребята считают, что хорошо отработали неделю, продуктивно. Ну, то есть работа на земле будет продолжаться. Просто сейчас добавляется еще работа на льду. Как отмечает наставник, все игроки готовы к нагрузкам. Настроение бодрое. Запланирован огромный объем работы. И тренировки на льду необходимы. Да пока все хорошо. Ребята вливаются в коллектив. Новенькие, я считаю. Ну, а так все. Сейчас работаем. Работаем. Напомним, в нынешнем сезоне все хоккеисты ангарского клуба находятся на контрактах. Просмотровых, как было раньше, нет. Состав клуба обновили почти наполовину. Следующим шагом станет углубленная технико-тактическая подготовка. Уже скоро парни проведут товарищеские матчи в Красноярске и Ижевске. А потому штаб оценивает, в каких связках будут играть звенья. Когда мы проводили селекцию, все равно примерно понимали. Оставили связки с того сезона какие-то. То есть, когда есть связка, подобрать третьего нападающего проще, чем создавать новую тройку. Поэтому будем пробовать, будем смотреть. Для этого и нужны тренировки, товарищеские игры. То есть, сейчас вышли в таком составе, завтра, послезавтра может все поменяться. После игр совсем кардинально может все поменяться. Поэтому, как бы, будем смотреть и думать. Альберт Идумнин, Новости 360, Ангарск. Очередной этап финала всероссийских соревнований «Школа безопасности» состоялся на берегу Байкала. Для юных участников спасатели организовали сложную полосу препятствий. Испытание представляло собой короткую дистанцию, на которой участники на скорость спускались с высоты при помощи страховки, балансировали на качающемся бревне, подвесной сетке и преодолевали условную переправу. Также ребята демонстрировали навыки скоростного скалолазания, подъема и спуска. Препятствие «Лабиринт» стала проверка на ориентацию в пространстве и способность быстро принимать решения. В старшей возрастной группе победу одержала команда «Прибайкалья». Далее идут Удмуртская республика и Ростов. У младших золото также завоевали хозяева турнира. Ростовские школьники на втором месте замкнули тройку лидеров «Красноярцы». Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Ангарск», нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте! Это погода на канале «Ангара-Медиа». Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 22 июля пасмурно. В обед температура воздуха составит 16 градусов. В темное время до 12. Ветер западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 709 мм ртутного столба. В Листвянке небольшой дождь прогнозируют синоптики. Днем температура ожидается до 19 градусов по Цельсию. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 15. Ветер юго-западный 1,3 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – комплекс семейных бань «Охотничий домик». Комплекс семейных бань «Охотничий домик» – все для отдыха и дружеской компании. Это удовольствие используют для здоровья. Русская баня на дровах с соблюдением всех технологий и традиций. Телефон 8-950-059-79-41. Задай жару в «Охотничьем домике». Круглосуточный комплекс семейных бань. Русская баня на дровах с соляными блоками, пихтовыми, дубовыми и березовыми вениками. Финская парная и бассейн с регулируемой температурой. Зона отдыха и барбекю. Комплекс семейных бань «Охотничий домик». Хороший отдых с пользой для здоровья. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу пасмурно, днем 20 градусов выше нуля, ночью плюс 13. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин